Опять приплыл Мадянов, значит, он Мадянов водным путем постоянно перемещается. Снова они с Игнатовым сидят, бухают, теперь за будущую победу над фашизмом. Странно, что они показали, что большевики и фашисты – это, собственно, одно и то же, и тут надо в стране стоять и вот в это вообще не лезть. Ну, тем не менее, сидят, бухают, зрителю доподлинно понятно, чем же на самом деле занимались коммунисты перед войной. Что они там делают – только жрут водку, иногда трахают зулейку, все, больше ничего не происходит, ни хера не делают. Ну, тут Мадянов, значит, Ваня, пора тебе уже перебираться из сержантов в лейтенанты. Ну, заход неплохой. В общем-то, лейтенантом быть гораздо лучше, ты офицер, у тебя совсем другое денежное довольствие, совсем другие, не сказать привилегии, но тебе положены другие вещи. Сапоги даже другие. Конечно, да. Вот солдат, например, ходит в кирзачах, а офицер сразу ходит в юфтевых сапогах. А, и синее халифе… Да, у солдатика ХБ хлопчатобумажная одежда, у офицера ПШ полушерстяное, а может, и совсем шерстяное. Сапоги кирзовые, сапоги юфтевые, тут пилотка, фургон, и вообще портупея… Шинелка получит. Ты уже красишь, Шинель другая совершенно, все другое, все довольствие, другое, все другое. И куришь уже не шибко, а Казбек. И тут вопрос, опять-таки, а почему Ваня сам сидит в сержантах, это вообще непонятно. Тут, опять-таки, если ты возглавляешь какое-то поселение, то это должность, соответственно, к должности соответствующее, специальное звание должно быть. Почему он сержант там? Я, честно говоря, не понимаю. Тут не силён, ничего сказать не могу, но выглядит с моей точки зрения странно. Ну, тем не менее, Мадянов, значит, предлагает, давай в литюхе. Ваня, уже нажравшись ему с любым званием, хорошо он прекрасно себя чувствует. Мадянов пьяный, заявляет, что он уже на него аттестационный лист заполнил. Годы безупречной службы у Игнатова там. Значит, заполнены документы, что он уже прошёл курсы? Нет, там не надо курсы, там по-другому. Это у нас сейчас, ну, то есть, там при советской власти ещё было, что офицеры тебя могут, только если у тебя есть средне-специальное и высшее, т.е. либо ты закончил техникум, либо институт, тогда тебе без спецучреждений, без окончания специальных учреждений НКВД, МВД, тебе могут дать офицерское звание. Там, соответственно, не так, по всей видимости. Ну, Мадянов, может, представление к очередному специальному званию? Тоже, кстати, интересно, кто там народ в этих шпалах разбирался? Я уже всё забыл в этих, что у него там в пятницу судя по кинделючинку. Он вроде сержант, а как же там старший сержант, старшина у них был? Нет. Очередное – это прыжок, это не очередное, это офицерское. Ну, хер с ним. Уже аттестационный лист он ему заполнил, только отправить не успел. Война, Ванечка! Время сейчас такое суетное, головы летят направо и налево. Блядь, опять он кинул его. Да. Документик-то есть, но отправить. Это как помнишь, что мама, хотел прислать тебе денег, но конверт уже заклеил. Уже заклеил, да. Но тут важно. Время. Головы летят направо и налево. А умным людям кое-что падает вот сюда, на петлицы. Будешь сперва литёхой, а потом и старшим. Надо только дело нам с тобой сделать, да погромче, сообщает Мадянов. Тут, в общем-то, как-то это, друзья, странно. В общем-то, звания присваивают, как бы это помягче сказать, по сроку службы в основном. Младший лейтенант, пара лет лейтенант, пара лет старший лейтенант, ещё года три капитан. Я не помню конкретные сорока и не знаю, как тогда было, но, в общем-то, ты служишь, а звания повышаются. Если твоя должность этому званию соответствует. Или не соответствует. Ты занимаешь, например, должность, на которой звание должно быть выше. Соответственно, тебе его дадут. Ваня мог бы так и до генерала дослужиться. Если бы лез по карьерной лестнице, да, безусловно. Почему нет-то? Непонятно. Ну, а дальше Мадянов развивает тему. Ты слыхал о восстании в Паргибском поселении? О восстании. Обратите внимание, он говорит о восстании. Не про какой-то заговор, а про восстание. Продолжает. Там арестовали сотни заговорщиков. Какое-то мега-поселение. Если там сотни подняли восстание... Вооружённое? Нет, скорее всего, вооружённое. Что делали при этом? Захватывали руководящий состав. Может, убили кого в ходе восстания? Можно владеть оружием. Разоружили конвой. Как это происходило вообще? Кстати, многие любят у нас Варлама Шаламова. Такого талантливого. Гораздо талантливее, чем Гузель Яхина, автора, в литературном плане. Но такая же антисоветская сволочь. Вот у него есть рассказ под названием «Последний бой» майора Пугачёва. А потом есть чудесный разбор с Игорем Васильевичем Пыхаловым про последний бой майора Пугачёва. Как там было на самом деле по документам. Рекомендую ознакомиться. На что похоже лагерное восстание? Что при них происходит? И чем они заканчиваются? Так вот, арестовали сотни заговорщиков. Ну, если учесть, что заговорщиков – это всегда, грубо говоря, процент какой-то от общего населения. Ну, допустим, десять – это очень много. Если сотни, то это если сто, то это тысяча. А если две… Минимум двести. …то это две тысячи. Что это за поселение? Я теряюсь. Хер с ним. Может, бывает. Ну, Мадянов это, наверное, после стакана ляп. Ну, я здесь, естественно, пьяный в говно уже. Вот и нам надо народу побольше. Название позаковыристи. Игнатов ему услышал… Какие у нас тут заговорщики? К нам наоборот. Народ с большой земли бежит от войны. Мадянов не сдаётся. А ведь кто-то из них готовит встречу оккупантам с хлебом с солью. Это, бля, на Ангаре. Они готовят встречу оккупантов. Уже хлеб пикут уже. Да. Ну, то, что там сволочь всякая сидит, это никаких сомнений не вызывает. Это абсолютно нормально. Ну, что? Сволочи есть везде. Что в европейской части, что в сибирской. Сволочи, высланные из европейской части. Всё нормально. Да, безусловно. Многим кажется, что народ единый, так сказать, выступил во время войны. Да. Большинство нормальные люди, как ни крути, и выступили за советскую власть и родную страну. Ну, а твари, само собой, сидели и ждали немцев. Вот такие вот недовольные, обиженные и всё такое прочее. Художественное. Да. Это прозвание. Немедленно вспоминается анекдот. Как Хохол стоит... Советская армия Хохол стоит в карауле. К нему приезжает отец. Он встречается с командиром роты. А где сынок? Он говорит, ну, сын ваш сегодня в карауле. О, я к нему пойду. Да нельзя бы, что он в карауле. Это выполнение боевой задачи в мирное время. Да я же, батька. Нормально всё. Ну, сын в карауле. Батька к нему. Сынок! Это ж я. Прыгал. Стой, стрелять буду. Сынок! Это ж я. Батька твой. Батьку завалил. К сыну немедленно ефрейтор. Десять суток отпуска. Съездил домой. Отдохнул. Вернулся. Снова на пост заступает. Ходит туда-сюда. Скоро матка в отпуск приедет. Вот и у этих примерно такой же ход мыслей. Ну, и Мадянов, значит. А мы их здесь накрываем. Заговорщиков арестуем. Виноватых расстреляем по закону военного времени. Вся Сибирь услышит. Зачем тебе это? Ну, вот с точки зрения здравого смысла. Блин. Вся Сибирь услышит. И никто проверять не будет. Все беру на себя. Это он хочет показать работу. Работа кипит. Выявили. Расстреляли. Дальше полет мысли. Пиши списки. Это предлагает Игнатову составлять проскрипции. Хочешь Горелого в список? Вставляй. Я разрешаю. Он же осведомитель. Вы куда вообще? Вы как без него работать-то собираетесь? Мразь он, не мразь. Он ценнейший кадр. Что значит? Вы в своем уме. На добровольном основе... Какой дурак это придумывает. Бред сумасшедшего. Пипец. Вставляй, я разрешаю. Захотел, расстрелял кого попало. Я не знаю. Как морковки из грядки понавыдергал и расстрелял. Ни суда, ни следствия. Вы же видите. Говорят зрителю. Вот так было заведено у большевиков. А возвращаясь к началу. Ты слыхал о восстании в поселении? Так это восстание было, нет? И там заговорщиков постреляли, блин. Это восстание, да? Уголовно наказуемое деяние, за которое по закону наказали. И тут же... А давай вот сами придумаем, сами кого попало расстреляем. О, как у вас устроено там. Блин. Автор хотел показать. А вы считаете, с этими спецпоселенцами там все просто было. Никто советскую власть не ненавидел, никто ничего не замышлял, никто ничего не делал. Там дальше в конце, кстати, еще будет замечательный штрих к этому вопросу. Блин. Сам по себе подход, я просто потрясен. Вот расстрелы надо начинать с осведомителей. Давай весь агентурный аппарат положим. Вот настоящий оперативник Мадянов. Вот без дураков. Какой идиот это пишет. Конечно, вспоминается наш любимец Марк Антоний. Руфуса Транквили. Кто вписал? Ты? Да. Это не игра. Он очень богат. Ну, тогда горе. Руфусу, блин.